Всем привет! Смотрите, как создать и настроить RAID массив на сервере Proliant DL380P с помощью встроенной утилиты HP Smart Storage Administrator. А еще, как восстановить данные с поврежденного RAID массива контроллера P410. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. HP Smart Storage Administrator – это инструмент, который позволяет быстро настраивать контроллеры хранения на серверах HP ProLiant и управлять ими. Данная утилита имеет простой, интуитивно понятный и удобный графический интерфейс для быстрого создания, изменения и удаления массивов хранения на основе физических дисков, установленных на сервере. Smart Storage Administrator заменяет HP Array Configuration Utility и имеет обновленную базу, которая расширяет возможности хранения. Наш сервер HP ProLiant имеет встроенный контроллер на 8 дисков и поддерживает уровни RAID 0, 1, 5, 10, 50 и 60. Далее я покажу, как с его помощью создать RAID массив 5 уровня из 3 дисков. Для более наглядного примера мы рассмотрим, как его настроить с помощью утилиты с графическим интерфейсом, а затем, как установить операционную систему на данный массив дисков. Перезагрузите или включите сервер. Во время загрузки, после завершения вывода конфигурации ILO, при отображении информации RAID нажмите клавишу F5 для запуска графического интерфейса HP Smart Storage Administrator. В окне Grab выберите его из списка и нажмите Enter. Ждем, пока загрузится утилита и на главном экране кликаем контроллер массива Smart Array. В меню Smart Array Action выберите опцию конфигурации и затем создать массив Create Array. Если данные диски уже состояли в другом RAID массиве, кнопка Create будет недоступна. Сперва нужно будет удалить ранее созданный дисковый массив. Для этого нужно открыть пункт Logical Devices отметить RAID, который требуется удалить и нажать Delete Array а затем Yes для подтверждения и Finish. Если нужно, диски, которые ранее использовались, можно затереть нулями. Для этого откройте раздел Неназначенные диски. Отметьте нужный накопитель и внизу выберите Стереть диск. Укажите тип очистки и нажмите ОК. Есть для подтверждения. Теперь можно создать новый массив. Сделать это можно либо с этого пункта меню просто отметив все диски и нажать Create Array или откройте раздел Smart Array а затем нажмите Создать массив Create Array отмечаем диски из которых будет состоять будущий массив и кликаем Create Array Далее указываем уровень RAID Размер блока Объем Использовать все пространство или задать нужное значение Параметр Сектор Стрек указывает количество секторов составляющих каждую дорожку Значение 32 отключает MaxBoot 63 включает его что снижает производительность логического тома Кэширование Кэширование повышает производительность за счет записи данных в кэш память а не напрямую на логические диски Затем выберите метод инициализации быстрый по умолчанию или долгий с перезаписью блоков нулями Указав все параметры жмем Create Logical Drive Создать логический диск В итоговом окне проверяем параметры а затем жмем кнопку Finish для завершения процесса Теперь новый массив должен появиться на левой панели главного окна Для обеспечения бесперебойной работы в случае выхода из строя одного диска перед завершением есть возможность добавить запасной диск Для добавления запасного накопителя откройте менеджер запасных дисков В следующем окне отметьте диск и нажмите сохранить Запасной диск добавлен Вот три накопителя из которых собран RAID и ниже четвертый запасной Теперь при выходе из строя одного накопителя контроллер перестроит массив запасным диском и уведомит вас что один из дисков нуждается в замене Чтобы выйти из приложения нажмите кнопку закрыть После чего вы будете перенаправлены на экран Intelligent Provision В этом окне нажмите кнопку питания в правом верхнем углу а затем кнопку перезагрузки Далее нужно загрузить операционную систему и разметить диск Если вам нужно установить операционную систему стоит воспользоваться другой встроенной утилитой Intelligent Provision Для ее запуска при загрузке с сервера нажмите клавишу F10 Выбираем configure and install Continue Из выпадающего списка выбираем семейство будущей операционной системы метод установки и указываем ресурс с установочным диском вкладываем путь к образу операционной системы Continue Устанавливаем нужные параметры Затем указываем логин и пароль администратора Продолжить Система предупредит что все данные будут утеряны Жмем продолжить и ждем завершения процесса установки Из меню данной программы вы сможете запустить Smart Storage Administrator Обновить версию программного обеспечения контроллера и установить систему Далее идет стандартная установка системы Просто следуем шагам инсталлятора Еще сервер позволяет создать RAID массив через BIOS контроллера В одном из предыдущих видео я показал как создать RAID на базе контроллера от HP Данный тип устройства имеет похожее меню настройки дисковых массивов Подробнее смотрите по ссылке в описании Для запуска орка нажмите клавишу F8 А затем нажмите создать массив и укажите параметры Оборудование для тестов предоставлено интернет-магазином Servacom.ua В данном магазине вы найдете проверенные БУ сервера, контроллеры и другие комплектующие с гарантией по доступным ценам Если нужно вам помогут подобрать сервер под любую задачу и бюджет У магазина есть свой YouTube канал где вы можете посмотреть полезные видео о технологиях и серверном оборудовании При повреждении RAID массива, выходе из строя диска, операционной системы или случайного удаления вернуть утерянную информацию вам поможет программа для восстановления данных Hetman RAID Recovery При случайном удалении достаточно установить программу на сервере с операционной системой Windows, просканировать массив дисков и вернуть удаленные файлы Кликните правой кнопкой мыши по диску и нажмите открыть «Восстановить» Выберите тип анализа и дождитесь завершения процесса отметьте утерянные файлы и нажмите «Восстановить» «Восстановить» Выберите папку куда сохранить файлы и нажмите еще раз «Восстановить» По завершению все файлы будут лежать в указанном каталоге При повреждении операционной системы на дисках массива вы не сможете достать данные которые на них остались Подключите их к ПК с операционной системой Windows и загрузите «Hatman Raid Recovery» Программа в автоматическом режиме просканирует накопители, вычитает всю информацию о массиве дисков и воссоздаст его Вам лишь останется просканировать его Если программе не удалось построить рейд или она сделала это неправильно вы сможете построить его вручную Если вы знаете порядок дисков из которых состоял массив, размер блока, порядок блоков и другую важную информацию откройте рейд конструктор и постройте его согласно известным параметрам Для ручного построения откройте рейд конструктор Выберите пункт «Создание вручную» и укажите все известные параметры вашего рейд Тип рейд Порядок блоков Размер блока Сколько было дисков в группе Добавить диски И указать их в порядок Заполнив все поля нажмите «Добавить» После чего массив появится в межере дисков Просканируйте его и восстановите данные Программа позволяет вернуть данные даже при недостающем диске, если это позволяет сам рейд Как видите в моем случае программе удалось найти данные в полном объеме без одного накопителя, потому что это пятый рейд Подробнее об уровнях рейд массивов и хранения информации на них смотрите в одном из предыдущих видео, ссылку я оставлю в описании А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал Свои вопросы задавайте в комментариях под видео Всем спасибо за просмотр, пока